Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блядь, деньги нужны. Сам знаешь, в Warface хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кидокопадия не так добко представляет. Терпеть нельзя, понерпить. Или стоит ли трогать коброй страйкер? Ну давай, ебукенти, расскажи, как прошел ивент охота на ноунейма. Признаюсь честно, прошел не идеально. И это мы сейчас, друг мой, обсудим. Приветствую вас, леди джентльмены, друзья, подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидность. И сегодня обсудим ивент охота на знаменитость и вероятный нерв коброй страйкер спешл. Касательно ивента скажу вам, друзья, следующее. Он прошел действительно не идеально, не без проблем. И главной проблемой являлась выбор карты для этого ивента. Ребята, боже, это же ангар. Карта по своей токсичности, обгоняющая многократно даже скотобазу. Карта, где все потолки в снайперах в лупах, а все рабочие проходы на карте стерегут сразу несколько человек. Один в лупе, один хитро так под углом стоит со штурмовой винтовкой или пистолет-пулеметом, один прямо сразу за углом с дробовиком. Перфекто! Геймплей, которого мы, вне всяких сомнений, заслужили. Поэтому я не удивлен, что большинство блогеров, по, скажем так, информации, которую я получил, сорока на хвосте принесла, но стреляли не очень много, как, кстати, большинство игроков. Просто у ребят так жопа горело играть на этой карте. У меня, кстати, тоже вообще не отрицают, что, прямо скажем, потеть они очень быстро перестали. Как, собственно говоря, и я. Я таки заставил себя достаточно долго играть, и опять же сорока принесла на хвосте тройку лидеров в таки вошел. Однако сделал я это самым простым доступным способом. Я просто взял кобра и страйкер и пошел тоже обтирать углы, периодически совершая забеги на противников, которые выбегают с респы. Извините, более хорошей тактики для плюс-минус хоть какой-то комфортной игры я в итоге так и не придумал. Ангар 2021 года это лютая помойка, и, наверное, ребята, зайду я на него в следующий раз очень и очень нескоро. Администрации я скинул свои предложения о будущих подобных ивентах, как, где, на каких картах и каких режимах их стоит проводить, и я надеюсь, они хотя бы в какой-то степени мои идеи будут использовать. Я думаю, игрокам очень понравится. Понятно. Ну, давай к кобре. Вот, 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 вот главная тема сегодняшнего видео, господа. Это, конечно же, фикс, вероятный пока только, кобра и страйкер. Администрация сказала, что кобра и страйкер они планируют пофиксить, хотя пока еще не знают точно, как это будет сделано. И тут встает проблема. Дело в том, что многие эту кобру назадротили путем просто нулю-то большого количества времени в игре. И выполнение абсолютно идиотских заданий. Блин, боже, кто бы мог подумать, что мы вернемся к тем самым анальным боевым пропускам, когда тебя вынуждают заниматься тем, что тебе нафиг не надо. Мне иногда думается, что девиз наших разработчиков, как прошлых, так и нынешних, таков, не опять основа и логотип в виде граблей. Ну ладно, что-то мы отвлеклись. Кто-то назадротил, а кто-то купил, потратив на это 4000 кредитов. То есть, ребята, 2000 рублей. Кстати, именно я так и сделал в том числе. Просматривал на медния YouTube и видел, что Разор предложил людям деньги вернуть. Александр, друг мой, вы все еще не теряете надежды, вы все еще не разочаровались в людях, особенно в нашей администрации. Но, господи, я вас умоляю, 4000 кредитов, чтобы они всем раздали? Да, никогда в жизни. Я лично в этом даже не сомневаюсь. Однако, кобру-то надо все-таки фиксануть. И вопрос, как это сделать? Люди реально многие деньги заплатили. Ой, ну, конечно, можно сослаться на пользовательское соглашение. Но, в таком случае, игроки могут тоже удалить игру, сославшись на пользовательское соглашение, и пойти играть во что-нибудь еще. Правильно? Их же никто не обязывал играть в Warface. Если тупо пофиксить кобру, то говна будет столько, что, как бы, ну, нехорошо, честно говоря. А если ее не пофиксить, по моему скромному мнению, говна будет еще больше, нежели ее пофиксить. Поэтому, дорогие разработчики, предлагаю следующий выход. Мы не фиксим кобру. То есть, мы ее фиксим, но мы ее не нерфим в прямом смысле слова. Мы ее перебалансируем. Первым делом, мы накинем ей, не представляете, 50 урона, чтобы было, как у Чапы, 750. Охренеть! Вы скажете, да куда? Сейчас объясню. После этого, мы ей люто порежем эффективную дальность. Путем снижения урона на дистанции, то есть падение будет более высоким, а минималка будет более маленькой. Плюс еще, может быть, можно поработать с точностью в прицеле. В общем, эти все параметры надо подогнать таким образом, чтобы на дистанциях, где большинство дробовиков делают сосо, кобра тоже делала сосо. И, например, там, где Чапа убивает с трех выстрелов, кобра убивала бы уже с четырех или даже пяти. То есть, да, я предлагаю сделать кобру на дистанции Чапы даже чуть-чуть слабее Чапы. Вы спросите, да нет, ну это же нет! Но, ребята, просто подумайте, благодаря этим 50 единицам урона, благодаря тому, что у нас охрененный темп стрельбы и огромный запас патронов, что мы получим в итоге? А в итоге, друзья, мы получим практически идеальный настоящий дробовик, то есть настоящее оружие медика, которое на своих законных, ближних, медицинских, скажем так, дистанциях будет выносить любые Чапы, любые киллтеки. Она будет выносить все, она будет делать минус пять, минус шесть, минус семь доход, минус восемь противников за раз. Ведь все, что требуется любому медику, опытному, который мечтает о хорошем оружии, все, что он хочет, это надежный сука ваншот, или если уж где-то не ваншот, то действительно высокий темп стрельбы, чтобы тут же эту ошибку исправить, чтобы никакие инженеры и штурмовики на его дистанции его в пузо не перепиливали. Говорю, как медик уже девятый практически год, это все, что нужно медику. У медика нет мечты, у нормального пряморукого медика, который думает головой и старается воевать только на своих дистанциях, у него нет мечты стреляться штурмовиком на его дистанции, или стрелять через все черное золото в снайпера. Нет, это не его геймплей, он даже не привык так играть. Ему нужна нормальная его рабочая дистанция, и вот на этой дистанции ему нужно сто процентов гарантии, что если он попал, даже пусть на ближней дистанции все это происходит быстро, как бы, да, там, ты не всегда можешь всю дрот положить в противника, там, фликшотом, потому что флики эта штука ненадежная, но чтобы если больше, хотя бы чуть больше половины дроби попало в тело, ты должен убивать противника, потому что в отличие от того же снайпера, который может себе позволить, ой, дал не ваншот, ой, да еще и нокдаун не произошел, снайпер такой на дистанции зашел за свою стеночку, такой подождал, потом снова вышел, у медика таких вариантов нет. Нет, если ты не сваншотил в упоре, и темп у тебя еще не позволяет тут же добить, тебе тут же любой класс прикончит, потому что, извините, таков геймплей на ближней дистанции, все решают просто миллисекунды. И вот если перебалансировать кобру так, чтобы она будет однозначным топ-1 мега имбой медика на ближней дистанции, даруя великолепный, практически стопроцентный ваншот, и возможность выкашивать всю команду противника за считанные мгновения, мы получим как раз то, что надо. И типа при таком варианте фикса бомбить не будут. Капитан, очевидность, ну конечно будут бомбить, люди всегда бомбят, люди бомбят даже на пустом месте, люди бомбят даже когда ничего не происходит, мне до сих пор утверждают, что Киллтек КС-7 пофиксили. Ребят, я вас умоляю, Киллтек до сих пор один из самых ваншотных дробовиков в игре. Люди вообще, они не смотрят, они не тестируют, они говорят, Марлин лучше Киллтека ваншотит. Добрый вечер, Марлин не ваншотит на той дистанции, где ваншотит Киллтек. И так повсюду, мне постоянно говорят, о, Кобра уже пофиксили, никто её не трогал. Ой, Рокутагин, эта пушка уже не та, её ввели в прошлом обновлении какой-нибудь. Я смотрю, всё с пушкой то, спросил у ребят знающих, ничего не меняли. Поэтому бомбить будут однозначно, но будем честны, ну будем честны, ребята, это же оружие, которое вот в таком виде, в котором оно сейчас, оно унижает два класса, даже три класса из четырёх. У нас что, снайпера не хватает, который унижает всех? Медики сейчас скажут, ну наконец-то теперь мы будем унижать. А теперь представьте вы, что вы штурмовик или инженер. Мало того, что вас всю жизнь гнобил снайпер, ну не всю жизнь года, так, 16-го это началось, так теперь вас медик будет гнобить? Реально, вот я играю с Коброй, я вылетаю на штурмовиков, я вылетаю на инженеров, да, наверное, и на видео видно многие таких моментов. Я просто их, ну, гноблю, они ничего не могут сделать часто. Вот он чуть-чуть где-то, понимаете, штурмовику же надо ещё навестись в голову, ещё ж надо попасть, судым, судым. В тело, блин, да в тело ты не успеваешь за штурмовика Кобру перепилить, она быстрее убивает, сука, практически на двоей дистанции. И то не факт, серьёзно, даже квадроцикл по сравнению с Коброй, это шляпа, это вообще не оружие. Просто задумайтесь хорошенько, а хотите ли вы на самом деле, чтобы было так? Некоторые говорят, я деньги уплатил, туда-сюда, я всё понимаю, ну ладно, уплатил деньги, ну вот не по нефиг Кобру. Ну через полгода останется ещё там, треть онлайна уйдёт, тебе вообще будет негде играть. Ты этого хочешь? Мне кажется, это как минимум глупо. Короче, получилось всё как всегда. Те, кто Кобру не имеют или не играют за медика, или преимущественно играют за другие классы, они, ну как бы, объективно видят, что происходит, как бы, жопа. То же самое, что снайперы. У нас кричат, что снайпер балансный, только одни ребята. Это снайперы. Больше, кроме снайперов, я ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что «Не, снайпера не надо трогать, он хороший». Вот то же самое теперь у нас происходит с Коброй. Говорят люди, которые, ну, тупо имеют эту Кобру. Ну вот 99% из 100, что это именно эти люди. Все остальные, они, у них как бы, глаза вот этим нагибом не залиты, они видят, что происходит, что-то вообще ненормально, это дичь. Слушай, а может вообще ее не трогать, и говна поменьше будет? Нет, капитан, очевидность, трогать надо. Трогать однозначно надо Кобру. Это ненормально то, что происходит. Это, получается, у нас сейчас играбельные два класса. Ну, король нагиба снайпер, он всегда был. Ему насрать даже на Кобру, будем всегда насрать. Этот класс, который не трогают, ну что вы, всего лишь 52% игроков. Всех все устраивает, ну якобы. И теперь это еще и медик. Да что там далеко ходить, даже на киберспортивные турниры смотришь, там еще даже нет Кобры, и мы уже что видим? Мы видим два снайпера, два медика и один инженер. Инженер, кстати, я полагаю, нужен только для одного. Таскать бомбу, и все. И большинство команд играют именно так. Но, бог с ним киберспортом, вернемся на нашу грешную землю. А на этой грешной земле вообще лютая дичь пошла. Вы вообще на РМ заходили? На какие-то более-менее высокие лиги? Мне вот пишут, Рокутагин, вот когда ты будешь играть лиги хотя бы на пятой, Ребята, я вас умоляю, у меня сокланы давно все взяли первую лигу, они там ее берут за неделю максимум. Я играю сейчас чаще всего на первой лиге. Я играю, но я с ними запускаюсь, у меня баланс первой лиги. Играют там все эти ребята там, мажоры, не мажоры все. Мы с ними играем. Вы знаете, что в руках какого-нибудь опытного медика из таких команд делает Кобра и Страйкер? Я вам могу сказать. Он просто выходит и выкашивает, сука, и штурмовиков, и инженеров, и даже порой снайперов. Он все выкашивает. Это просто пылесос. Он там, сука, а мы, оказывается, выиграли, да? Я против нерфа откровенного, чтобы, ой, пушка уже не та, я говорю, перебалансировать, чтобы вблизи вообще им бой стало. А на дистанции, ну, как-то так, ну, по-моему, даже ЧАПа лучше. Это и будет истинный баланс. Там, где медик должен воевать, он должен быть лучше любого класса, без шансов. Никто против него не должен иметь более-менее какие-то нормальные шансы, кроме там случайного хэншота, ваншота и так далее. Все остальные варианты, они все должны отлетать за долю секунды, за мгновение просто. А вот на дистанции медику делать нечего. Как, кстати, снайперы в упоре, но это уже как бы, это не тема этого разговора, хотя, да, жопа. Короче, скажем вам так, если Кобру понерфите, будет очень плохо. Если перебалансируете на ближней дистанции, сделаете там ее имбой, будет, ну, неплохо, бомбить все равно будут. А вот если, дорогие разработчики, вы ничего не сделаете, мое мнение тут, мне сомнений нет, вы потеряете огромное количество людей. И я вам напоминаю, на подходе уже конкуренты. Минимум два, да? Один там из Тома Клэнси, а один от бывших вот разработчиков этой самой нашей игры. Поэтому я надеюсь на какой-то разумный вариант, когда вы не сделаете пушку говном, но при этом вы все-таки, как бы, сделаете медика медиком, а не снайпером. И тогда, возможно, мы еще поиграем.